Походу, я этой команде больше не нужен. Это как-то обидно, унизительно, что ли. Все, я перехожу в Амкал. Короче, я дурак. Привет, друзья, это Егоров. Одна из самых ярких тем последних дней – это переход Эйтана из Амкала в Тудротс. Точнее, из Тудротс в Амкал. Слишком много этих событий произошло, и обе версии верны. Я созвонился с Эйтаном, и он мне обо всем рассказал. И почему поехал на медосмотр с Германом? Почему согласился на то, чтобы ему уже сделали форму? Почему вроде бы уже готов был подписать контракт, но все-таки оказался опять Тудротс? Примерно год назад, когда только закончился МКС, я не знаю, видел ты или нет, я просто подходил к игрокам Амкала и спрашивал, кого бы вы из Тудротс хотели видеть в команде. Какого игрока после Прокопа ты забрал бы из Тудротса? Наверное, Эйтана. Какого игрока после Прокопа ты забрал бы из Тудротса? Эйтана. Какого игрока, кроме Прокопа, ты забрал бы из Тудротса? Биг Смолк, блядь, сила нахуй. Какого игрока после Прокопа ты бы забрал из Тудротса? Кому-то отдых, кому-то отдых. Какого игрока, кроме Прокопа, ты забрал бы из Тудротса? Из Тудротса. Какого игрока после Прокопа ты забрал бы из Тудротса? Эйтана. В данной ситуации в этом году от кого все-таки изначально исходило предложение? То есть они увидели, что ты редко играешь за Тудротс, или ты редко играл и сам был не очень этому рад? Я. Ну, смотри, короче, со времени, когда МКС прошел, вот мы с Германом постоянно видели все такое, он постоянно типа говорил, что давай вам кал, восток это, восток это тренировка на завтра, все такое. И потом случился МФЛ, я там не играл вообще, ну, как ты видел, и я такой, типа, ну, походу я этой команде больше не нужен, и я такой думал, типа, куда можно еще пойти, потом подумал, типа, МК вроде бы меня хотел, написал Герману, и вот с этого все началось. — А с Женьком вы как-то проговаривали по поводу твоего игрового времени, по поводу твоих появлений на канале Тудроц, ну, ты говоришь, типа, блин, Женек, ну, такая фигня, я не играю, наверное, я вам не нужен. — Ну, я сказал, может, я на Кубок Рутуба пойду за МКЛ поиграю, типа, в аренду, на что Жека сказал то, что нет-нет-нет, ты ему даже вроде сам Герман позвонил, Жека сказал нет-нет-нет-нет, потом он не позвонил, сказал то, что, типа, да, не игровое время, все такое, будешь играть, и все, после этого, если я не ошибаюсь, я вышел с Капитанской. Или это до этого было? Ну, в общем, он мне дал, ну, а потом опять я сел, но я понимаю то, что это все не от Жеки зависит, а от тренера, и я такой, значит, ну, я все это время думал, что я, наверное, тренеру не нужен, и все. — А сам Викторович что говорил по этому поводу? Ну, мол, типа, я убираю состав, тренируюсь, да? — Нет, он Викторовичу почему-то, я не знаю, на тренировках ему нравится, как я играю, все такое, он говорит, просто я не обращаю внимания на защиту, я мало возвращаюсь, и вот, и по сути мне просто поле было неудобно, и я потом, когда уже привык, я отыграл с Ромой вроде как хорошо, но я вышел на 15 минут, и все, больше не выходил. И меня, естественно, это тоже подавило, и все больше и больше. На протяжении всего турнира я вообще думал, стоит ли идти, не стоит ли идти, но я на протяжении всего турнира я общался с Германом. — А почему сейчас ты в итоге решил все-таки поехать на бедосмотр в МКЛ и уже вроде бы как согласовать то, что ты переходишь? — Потому что мы вообще с Германом решили встретиться вообще после МФЛ. — Ну, так сложилось, получилось, что не виделись, и я все это время думал, потому что было, я все-таки был рад, что мы выиграли в финале. — Да, в финале, да, тебя особенно огорчило, что ты выходил вместе с Кареном и Биги? — Да, ну, типа, я их люблю и все такое, но я не думаю, что у меня уровень в футболе настолько, что я выходил с Кареном и с Биги, и я даже мяча не коснулся на финале, и это не подкрутило, но я все равно веселился, радовался вместе со всеми, что мы дошли до этого. Без поражения выиграли всех, но как-то я себя чувствовал именно не в команде. Но, типа, я всегда сравниваю, типа, есть команда, есть семья, и мне казалось, что я не числюсь именно в команде. А как к семье там, семья-то там, мы там снимаемся, все такое, я думал, то, что я им не нужен именно в команде. — То есть, условно, весь финальный матч у тебя, с одной стороны, было такое чувство радости и счастья от того, что команда выигрывает, но все равно еще подспудно сидела в голове такое, блин, почему на меня не рассчитывают, что со мной не так, да? — Да, больше всего было обидно, потому что я не поехал вместе с ними в Нижний Новгород, лечил свою травму, которая у меня была, хотя я хотел вообще там находиться, но я такой, типа, нет, давай я все-таки вылечусь, моя команда по-любому выиграет, я хочу затащить финал, и в итоге мне не доверили эту возможность, хотя уже на 68-й минуте уже счет был 4-0, но я все равно вышел на 88-й минуте. Это как-то обидно, унизительно, что ли, именно для меня. Не знаю, может быть, этот ЧСВ с этим моей играет, но вообще нет. Ну и все. Потом мы встретились с Германом, обговорили... Или все. И уже поздно было, чтобы Жека увидеться в этот же день. И пришлось только ему писать, потому что Герман меня торопил, сказал, типа, надо сегодня сказать ему, чтобы завтра пойти на медообследование. Я говорю, типа, ну мы с ним договорились в понедельник увидеться, а медообследование было в воскресенье. Ну я сказал, типа, ну я могу написать. Жека не смог ответить, потому что спал, как я понял. И я ответил на следующий день, когда я уже обходил медообследование. Но я на 90% был уверен, что я все, я перехожу в Амкал. Ну то есть, условно, ты написал Жеке, хотел, чтобы Жека ответил что-то, да? И если бы он ответил, то было бы иначе. Но так как Жека не ответил... Дело в том, что я хотел просто с ним встретиться и сказать ему об этом, обо всем, но Герман торопил меня. И в итоге я все это прошел. Уже все, познакомился со всеми ребятами. Хи-хи-ха-ха поймали уже с ними. И в этот же день Жека сказал, типа, в чем проблема? Почему ты хочешь уйти в Амкал? Я сказал, типа, дело во времени, то, что я играю мало и все такое. И мы решили эту проблему. Он сказал, типа, да, ты, типа, играешь очень мало, согласился со мной. Давай еще, типа, ты месяц просто побышь, знаешь, типа, понравится тебе что-то как, и потом от этого будешь сам отталкиваться. И, ну, в связи с тем, что я уже три года в этой команде, я, ну, так, ну, хочется еще побыть, хотя бы месяцок, посмотреть, что оно реально будет. Потому что я туда шел, я реально финансов вообще, типа, вот за три года, я никогда не говорил, типа, платите мне или еще что-то. И в Амкал я тоже шел туда финансово, не за фига говорят. Я просто шел туда тупо из-за футбола, чтобы просто в футбол играть, игровое время получать. Мы знаем то, что в Тудроссе мало футбола, больше челленджей, так ведь? И я это заменял там, играл в ЛФЛ, играл в бизнес-лиге, играл во всяких вот других лигах, потому что я реально люблю Тудросс, и никуда не хотелось переходить, даже когда вот весь этот ажиотаж был, то, что все в Амкале хотят после того видео, когда в Тихоаке был, да, когда ты снимал, спрашивал у Амкалцев. Вот, все говорили, типа, да-да-да, типа, все хочу. После этого мне даже Жека написал, типа, что-то весь Амкал тебя хочет. Ты вообще как смотришь на это? Я говорю, типа, да не, я остаюсь. Он сказал, типа, вообще, что ты смотришь? Ну, как тебе вообще-то сейчас ситуация? Я говорю, я тебя обманывать не буду, Жек, типа, да, меня импонирует, это Амкал, потому что они постоянно играют, все такое, но и так как я уже заменил футбол, там играют за Лебрани, за другие команды, типа, я остаюсь тут РОДС. Вот, вот и все. По сути. А в данной ситуации ты прям увидел прям явную его заинтересованность, да, чтобы ты играл, чтобы ты больше снимался? Я всегда снимался, типа, вот именно семье ТУДРОДС я был нужен, я это чувствовал, потому что постоянно звали на съемки, а вот команде я был уверен, что я вообще не нужен, но оказался вообще по-другому. Вот, и, ну, короче, мы поговорили, сказали, что, типа, будет мне больше времени давать, и опять же, типа, говорят то, что я прошелся, типа, туда, чтобы мне дали контакт в ТУДРОДС. Ну, это вообще бред, я не подписывал вообще ничего. Мы чисто поговорили с Жекой и неким там, и другими ребятами, что мы встретились, чтобы просто обсудить мое время в футболе. Вот и все. Типа, я просто хотел играть больше в футбол, и все, а не приходить. Грубо говоря, на игру и сидеть 90 минут. Вот ты почувствовал вообще какую-то обиду Германа? Было такое что-то? Да нет, по-любому. Ну, как бы он ни говорил, то, что он не в обиде, все такое. Я понимаю, что он в обиде, потому что он мне уже и форму заказал, и думал уже, как мне в Сочи отправить. Все дела. Ну, и уже все хотел покупать, брать. Хотя нет, форму он уже 100% взял, заказал. И как бы он ни говорил, то, что он не в обиде, все нормально. Мне кажется, что, ну, по-любому обида есть. Я понимаю, я поступил вообще не очень. Это 100%. Тут вся моя вина. И, ну, так не поступает, я считаю. Ну, я реально очень извиняюсь. Мне реально очень стыдно. Мне больше ничего сказать. Я, ну, я чувствую себя виноватым именно перед Амкалом. Да и перед Тудротс как-то тоже. То, что... Короче, я дурак. Вот и все. Ну, пацаны в чате тебя в Тудротс поддержали, там, написали, рады, что ты остаешься. Или пока... Некоторые вообще, типа, были в ахуе. Ну, некоторые поддержали, некоторые офигели, а некоторые просто не обратили внимания. Какие у тебя вообще сейчас после этого планы, там, вкалывать? Разговаривал ли ты с тренером после этого? Был ли какой-то разговор? Может, вы списались? Говорил там, эй, там, ты что, давай оставайся, все будет нормально. Типа, я уже понял, человек меня требует, по сути. И, ну, короче, тренер. Ну, вроде рад, что я остался. В принципе, не так все страшно. Я думаю, что если ты остаешься в семье, и пацаны главные в этой семье тебе доверяют, значит, они действительно тебя любят. Наверное, ты почувствовал, что есть действительно к тебе любовь сейчас? Или ты и раньше это чувствовал? Да, максимально. Нет, ну, типа, не чувствовалось, когда на съемках там было все такое, а когда именно в футболе его было мало, что ли, или что-то такое. Мало. Короче, да, мало. Именно в футболе. А на съемках было нормально, и поэтому я говорил то, что я думаю, то, что мое время... думал тогда, то, что мое время именно как игрока в Тудротсе подошло к концу. Вот. Ты вообще хорошо зарабатывал в это время в Тудротсе, потому что вот говорят там, типа, все блогеры богаты, и так далее, там, за бабки, и так далее. Или по факту тебе особо ничего в финансовом плане не приносило? В Тудротсе? Да. Да нет, только от буков и все. Ну, то есть, это стабильная ситуация, тебе дали медийку, и ты сам ей уже пользовался с букмекерами. Да. Я даже никогда за это ничего не говорил. Не предъявлял никому ничего. Типа, я туда... Ну, типа, я не шел туда, чтобы вернуться обратно, чтобы у меня был контракт вообще. Ну, я бы до такого даже не дотовался. Эйтан, скорее всего, станет ведущим постоянным Тудротслиге. У Эйтана, скорее всего, будет контракт, и еще у многих людей, да, которые как раз, ну, хорошие, скажем так, футбики, будут контракты. Короче, сейчас условия у всех людей, и у Биги, и в том числе у всех остальных, сейчас будут улучшаться. Я не буду раскрывать пока тайны, секреты и так далее. Как они будут улучшаться? Но просто скажу то, что каждый сможет получить и хороший манивей, и хорошую медиа составляющую. Это все сейчас в плане разработки. По Дейтана готов очень большой такой, знаете, план. У тебя были предложения от каких-нибудь там Биги, еще медийных команд, где реально предлагали там какие-то деньги? По симфайлу нет. А, после симфайлу нет, да, только после... Наверное, прошлый. Ну, никто, типа, нет. А, после МКС второго, да. Как ты думаешь, точнее, вообще, у тебя есть какие-то сейчас сообщения в соцсетях от Борячков? Что в основном пишут? Я никогда не думал, что меня вообще за что-то будут когда-то хейтить. Хотя, Эрик говорил, типа, каждый блогер столкнется с этим. Но я думал, типа, ну что я могу такого сделать, чтобы меня все хейтили. Откуда они, наверное, ничего такого не будет никогда. А сейчас я почувствовал на себе хейт, весь этот, ненависть, некоторые смерти желают. Реально пишут и смерти желают? Говорит, если, типа, не поговорить с Герман, не придешь обратно в Амкал, чтобы ты умер. Ну, что-то такое вроде было. А, в основном болельщики Амкалы хейтят или это Дроттс? Сейчас. Нет, Дроттса тоже хейтят, но не так жестко, как Амкаловцы. Вот. Некоторые говорят, типа, да, бывают ошибки, все такое. И все. Ну, короче, хейт там много, поддержки много. Я тебе чуть позже почувствовал, короче, прошлогоднего. Да. Типа того. Ну, типа, ну, это жесткая вообще тема. Никому не желаю, чтобы через это кто-то прошел. А ты в последний момент, когда ты с Жекой поговорил, ты сомневался еще, в Амкал или не в Амкал, или когда Жека уже сказал, ты понял, что нет, я в любом случае останусь? Чтоб ты понимал, я когда ехал туда, к Жеке. Я был уверен, по-любому, то, что я по-любому все перейду. Типа, я понимал, то, что, типа, они могут мне что-то сказать, все такое. Возможно, что-то предложить, но я такой, типа, да не, я по-любому буду в этом. Переду вам. Я даже не думал, то, что я вот так вот в последний момент такой, все. Короче, я ехал с мыслью, то, что я уже в Амкале к Жеке. Но меня переубедили. Долго переубеждали или практически сразу? Ну, долго. Долго, да? А как ты потом писал Герману? То есть, вы поговорили, и ты просто написал Гер, я остаюсь? Ну, я написал то, что мне жутко неудобно. Все такое, извинялся много раз. Ну, не сказал в конце, ну, в общем, подвел к концу то, что я остаюсь. И у него реакция, типа, не парься. То, что я остаюсь, ну, типа, сказали, типа, дать еще шанс, типа, на месяц и посмотреть, что-то как будет. Ой, Герман сказал, типа, да, да, хорошо, я тебя понял. Он сказал, типа, ну, ты понимаешь, что, типа, в конце месяца, типа, я уже по-любому найду игрока, который будет на твоей позиции, и все такое, то, что ты захочешь обратно вернуться, это не факт, что у тебя получится. Я только говорю, ну, я понимаю, три года нельзя просто так вот вычеркнуть, и не дав, типа, возможно, чтобы они дали мне игровое время. Как-то так. А у тебя в голову никогда, ну, такие пары последних вопросов не закладывалось в голове, что просто, возможно, для пацанов это, может быть, имиджевая потеря, что ты уйдешь, и что они так тебе просто пообещали, и могут это обещание не выполнить? Нет. Типа, не было такой ситуации, чтобы они такие, да-да, а потом в конце нет. Если была бы хотя бы одна такая ситуация, я бы, наверное, я бы, не думая даже, перешел бы, помкал еще. А так, типа, я им доверяю, и случилось, то случилось. Ну, и последнее. Как ты считаешь, медийный футбол сейчас умирает? Ну, я в том смысле, что есть люди, что есть люди, которых любят, есть люди, которые постоянно играли, но в один момент в команду может прийти 15, 16, 17 человек, и они будут играть, а условно, Краб будет выходить на мало времени, кто-то и в Амкале может выходить на мало времени, вот, а вот эти все новички, которые только что там были профиками, непрофиками, полностью занимают игровой роль. Это говорит о том, что конец приходит медийному футболу или нет? Я тебе скажу так, это, знаешь, типа, был огонек, он сиял ярко, и он все время, он со временем все утихает, и утихает, и утихает. Мне кажется, через, если не через год, то через второй, это просто превратится в КФК, и все. Ну, мне кажется, просто был огонек, который ярко сиял, и он со временем будет утихать, это все сначала бабки начнут платить, неимоверные людям, потом будут приглашать вообще профиков, тоже за бабки играть, и со временем этот огонек просто погаснет, и начнется КФК. Это мое мнение. Ну да, но и делать с этим особо нечего сейчас. Ну да. По сути. Такая вот оприченность. Но ты особо не расстраиваешься, желаем тебе качественно сыграть в, как минимум, в группе уже, за Тудроц. Вот. Наверное, тебе кто-нибудь фанаты Амкала баннер посвятят. Скорее всего уже. Если ты забьешь, давай так, если ты забьешь Амкалу, будешь праздновать? Думаю, нет. Все-таки нет, да? Думаю, нет. Ясно. Ну ладно, желаю тебе пережить хейт, забить как можно больше, получить доверие к хейту. Спасибо большое. Вот. И чтобы люди тебя продолжали любить. Пока.